В эфире информационный канал Город и мы продолжаем. В Кирове заочно вынесли приговор бывшему председателю Вятскополянского районного суда Сергею Кашину. Напомним, это первый случай в России, когда на взятки попался именно председатель. Сумма взятки была 18 миллионов рублей. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. Уголовное дело в отношении Кашина, который находится за пределами страны и объявлен в международный розыск, рассмотрели без него. Такая процедура предусмотрена статьей 247 УПК России. Председателя суда обвинили в получении взятки в особо крупном размере. В итоге его приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу 180 миллионов рублей. Приговор суда в законную силу не вступил. Сразу в двух преступлениях подозревается пьяный водитель-рецидивист, которого сотрудники ДПС задержали в Вятскополянском районе. В конце октября 27-летний мужчина за рулем «Жигулей» шестой модели устроил длительную погоню. Лихач вскоре заехал в поле и застрял в грязи. Его сразу же схватили полицейские. Водитель расстроился из-за своей неудачи и уже в патрульной машине ударил инспектора по голове. За применение насилия в отношении представителя власти Руслану Субботину грозит до пяти лет тюрьмы. Также придется ответить за очередное пьяное вождение. За это максимальное наказание – два года лишения свободы. Воспользовался гостеприимством своих новых знакомых житель Кирова, которого подозревают в краже гаджетов. Мужчина помог семейной паре перенести стиральную машину домой. В знак благодарности хозяева накрыли стол и предложили новому знакомому выпить. Однако застолье длилось два дня. На третий день услужливый гость забрал в квартире все гаджеты с зарядными устройствами и ушел так и не попрощавшись. Сейчас по факту кражи из квартиры возбуждено уголовное дело. 32-летнему мужчине грозит до шести лет тюрьмы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова